Кажется, многие пользуются этой трагедией, чтобы бить в барабаны войны и подпитывать военно-промышленный комплекс. Тебя это беспокоит? Люди, которые поддерживают эскалацию. И как её можно остановить? Меня беспокоит то, что сегодня в мире очень мало людей, которые на самом деле понимают все ужасы войны. По крайней мере в США. Конечно, есть люди на линии фронта в Украине и России, которые понимают, насколько ужасна война. Но как много людей на Западе понимают это? Мой дед участвовал во Второй мировой. Его это сильно травмировало. Он пробыл на фронтах почти 6 лет. На востоке Северной Африки и в Италии. Все его друзья погибли у него на глазах. И он бы тоже погиб. Но они случайно провели тест на IQ. И он набрал очень высокий балл. Он не был офицером. По-моему, он был капралом или сержантом, что-то в этом роде. Потому что он не закончил среднюю школу. Ему пришлось её бросить, ведь его отец умер, и ему пришлось работать, чтобы содержать своих братьев и сестёр. Из-за этого он не закончил школу и не мог быть принят в офицерский корпус. Так что, знаешь, он как бы по сути попал в категорию пушечного мяса. Но как-то так получилось, что ему дали пройти тест на IQ, а потом перевели в британскую разведку в Лондоне. Там он познакомился с моей бабушкой. Однако у него был ПТСР какого-то следующего уровня. В смысле, он не разговаривал. Просто не разговаривал. При попытке заговорить с ним, он просто приказывал вам заткнуться. У него была куча медалей. Он никогда ими не хвастался и даже не намекал. Ничего подобного. Я узнал об этом, потому что его военные записи оказались в сети. Вот откуда я знаю. Так что... И он сказал, что ни за что на свете не захочет это повторить. Но сколько людей... Он по очевидным причинам умер. Лет 20 назад или больше. Практически 30 лет назад. Сколько живых людей помнят Вторую мировую? Не так много. И то же самое, возможно, относится к угрозе ядерной войны. Да, на Соединённые Штаты направлено достаточно ядерных бомб, чтобы уравновесить ядерный баланс. На данный момент ведётся две крупные войны. Ты много говорил об угрозе ОИИ, но сейчас, когда мы сидим здесь и наблюдаем за интенсивностью конфликтов, беспокоит ли тебя ядерная война? Думаю, мы не должны отбрасывать вероятность ядерной войны. Это цивилизационная угроза. Сейчас я могу ошибаться, но полагаю, что текущая вероятность ядерной войны довольно низкая. Но на нас направлено много ядерных бомб. И ещё множество направлено на других людей. Они всё ещё там. Оружие никто не спрятал. Ракеты всё ещё в шахтах. А лидеры, разговаривающие друг с другом, не похожи на людей, у которых ядерная бомба за пазухой. Нет. Есть войны, которые трагичны и трудны на локальном уровне, а есть войны, которые приводят к гибели цивилизации или имеют такой потенциал. Очевидно, что глобальная термоядерная война обладает большим потенциалом положить конец цивилизации, возможно, навсегда. Можно сказать, что она определённо оставит след и, наверное, отбросит прогресс человечества к каменному веку. Или что-то в этом роде, я не знаю. Это прискорбно. Наверное, учёные и инженеры хотят стать суперпопулярными и после этого. Вы ведь втянули нас в этот бардак. Так что, в общем, я думаю, нас тянет ставить в приоритет не цивилизационные риски, а болезненные и трагические риски местного уровня, но никак не цивилизационные. Как ты надеешься закончиться война в Украине? И каков путь, ещё раз, к минимизации там человеческих страданий? Ну, я думаю, что, скорее всего, произойдёт, в общем-то, к этому всё и идёт, что произойдёт прекращение огня, а линия разграничения... В общем, на линии, очень близкой к нынешней. Просто, знаешь, сложилась такая ситуация, когда кто бы не перешёл в наступление, будет нести потери в несколько раз больше, чем тот, кто обороняется. Ведь оборона выстроена вглубь. Есть минные поля, траншеи, противотанковые рвы. И ни у кого нет превосходства в воздухе, потому что ракеты ПВО на самом деле намного совершеннее, чем самолёты. Их гораздо больше. Поэтому ни у одной из сторон нет превосходства в воздухе. Танки, по сути, стали медленно движущимися эскизами смерти. У них нет защиты от противотанковых средств. Так что у вас остаётся только дальнобойная артиллерия и пехота. Это опять Первая мировая война. Только с беспилотниками. Закиньте туда ещё и дронов, да. Дроны делают дальнобойную артиллерию намного лучше и более точной, и вследствие более эффективной для убийства людей с обеих сторон. Да, так что, кем бы ты ни был, не стоит пытаться наступать с любой стороны, потому что вероятность погибнуть невероятно высока. Потому что, чтобы преодолеть глубинную оборону, все эти траншеи и минные поля, вам необходимо значительное локальное превосходство в численности. В идеале комбинированной атаки, где вы проводите быструю атаку с помощью самолётов, концентрированного количества танков и человеческой массы. Только так можно пробить линию фронта. И если вы прорвётесь и не получите должного подкрепления, то вас просто отбросят обратно. Я действительно рекомендую людям почитать про Первую мировую войну, причём в подробностях. Это жёстко. Количество погибших там людей просто поражает воображение. И практически невозможно представить, чем всё это закончится. Конец, который не был бы похож на начало. В плане того, какая Земля кому принадлежит и так далее. Но, с другой стороны, есть много человеческих страданий, смерти и разрушения инфраструктуры. Да. Хочу сказать, что причина, по которой я, ну, знаете, предлагал какое-то перемирие или мир год назад, была в том, что я предсказал практически точно, что произойдёт, что-то именно множество людей погибнет практически без изменений на Земле. И это потеря цвета украинской и российской молодёжи. И мы должны иметь некоторое сочувствие к русским мальчикам, так же, как и к украинским, потому что русских мальчиков не просили быть на линии фронта, они должны были быть там. Так что... Многие сыновья не вернулись к своим родителям. Знаешь, я думаю, что большинство из них на самом деле не испытывают... У них нет ненависти к другой стороне. Это как в той поговорке. Она появилась во время Первой мировой. Молодёжь, не знающая друг друга, убивает друг друга от имени стариков, которые знают друг друга. Какой в этом смысл? Итак, Владимир Зеленский сказал, что он не хочет, или говорил до этого, что он не заинтересован говорить напрямую с Путиным. Думаешь, стоит это сделать? Да. Сесть как мужчина с мужчиной, возглавить лидерство и договориться о мире. Полагаю, я бы просто посоветовал не посылать цвет украинской молодёжи умирать в окопах. Независимо, говоришь ты с Путиным или нет, просто не делай этого. Кто бы не перешёл в наступление, он потеряет огромное количество людей. И история не будет к нему благосклонна. Ты открыто говорил о возможности войны между США и Китаем в долгосрочной перспективе, если не будет найдено дипломатическое решение, например, по вопросу Тайваня и политики одного Китая. Верно. Как нам сойти с траекторией столкновения этих двух сверхдержав? Ну, стоит прочитать эту книгу об этой труднопроизносимой ловушке Фукидида. По-моему, она так называется. Я люблю военную историю. Мне нравится изучать её вдоль и поперёк. Вряд ли найдётся битва, о которой я не читал. И я пытаюсь понять, что на самом деле послужило причиной победы в том или ином случае, а не то, что утверждает та или иная сторона. Как победа, так и то, что стало толчком к началу войны. Да, да. То есть всё. Да. Афина и Спарта — это классический пример. Дело в том, что греки многое записывали, они любили писать. Во многих частях света было много чего интересного, но люди этого не записывали, так что мы не знаем, что произошло. Или же они писали, но не в подробностях. Они просто писали, «У нас была битва, и мы победили». И типа, «Ну и что? Можете что-то ещё добавить?» Но греки действительно много писали. Они были очень внятными. Они просто любили писать. И у нас сохранилась куча записей. Так что мы знаем, что привело к Пелополонской войне между Спартанским и Афинским союзом. И мы знаем, что они это предвидели. Спартанцы ничего не писали. Они вообще были не очень многословны по своей природе. Нет, они, конечно, писали, но были не особо многословны. Они были скупы на слова, в то время как афиняне и другие греки писали тоннами. В то время Спарта была, по сути, лидером Греции. Но Афины становились всё сильнее и сильнее год за годом. И все говорили, «Ну, очевидно же, что между Афинами и Спартой будет столкновение. Как же нам этого избежать?» И они не смогли. На самом деле, они видели, куда всё идёт, но всё равно не смогли этого избежать. Так что, знаешь, если в какой-то момент появится группа, цивилизация, страна или что-то ещё, что превосходит другую, как, например, США были самыми крутыми на районе, начиная примерно с 1890 года, с экономической точки зрения. С экономической точки зрения, США были самым мощным мировым экономическим двигателем, дольше, чем кто-либо из живущих. А основа войны — это экономика. Сейчас же, в случае с Китаем, мы оказались в ситуации, когда экономика будет, вероятно, в два, возможно, в три раза больше, чем у США. Представьте, что сколько вы себя помните, вы были самым крутым на районе, и вдруг появляется кто-то, кто в два раза круче. Продолжение следует...